Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока. Следующая наполненность в груди, либо в грудной полости, либо в грудной клетке, либо в области груди. Это неприятное состояние. Обусловлено с неприятным состоянием тем, что очень тяжело поставить диагноз. Практически невозможно. Очень нужно хорошее, тщательное исследование. Почему? Потому что мы, простите, не знаем, из-за чего избыточная энергия, либо недостаточная энергия не может подняться, либо пребывает в данной области и не может выполнить свою функцию. Либо чересчур перевыполняет. Почему мы говорим избыток и недостаток? Потому что мы не знаем, как поведет себя энергетика при избытке, как поведет себя при недостатке. Но мы можем предположить, что если энергетика воспаляется, допустим, при бронхиальной астме приступе, энергетика вся воспаляется, поднимается по каналам и останавливается вот в этой вот области. И с помощью данной точки РП3 Тайбай мы можем развернуть данную энергетику и выпустить ее вниз. Элементарно просто. И вывести эту энергию с человека. Либо убрать там, где она может скопиться. Либо, представьте себе, данный меридиан селезенки поджелезной железы не работает. Энергетика должна подняться и выполнить свою функцию. Она не поднимается, не выполняет свою функцию. В данном случае энергетика не поставляет... То есть, допустим, энергия должна выполнить свою миссию, свою работу. Она не может выполнить свою работу. В связи с чего страдают, пожалуйста, и пищевод, и сердце, и грудь, и диафрагма, и ключица, и область груди, с правой и слевой стороны меридиан парный, и бронхиальное дерево, и бронхи, и легкие, и плевра. Вот вам, пожалуйста. В связи с чего мы не знаем, как энергетика свои дисфункции проявляет у человека. Но в данном случае это может проявляться наполненностью. Что это дает наполненность? Наполненность дает ограничение, прежде всего. Дискомфорт, сжатие и ограничение движения грудной полости. Особенно, если человек не умеет правильно дышать, не дышит животом, не дышит, скажем так, диафрагмой, дышит верхней частью всегда груди. У него что? У него сейчас начинается сразу отдышка, задышка. Чувство дискомфорта, которое может привести сразу к панике. Вот элементарно просто. Мы назвали уже, что виновником наполненности груди может быть как избыток, так и недостаток меридианов. Почему мы сказали меридианов? Потому что показали только один меридиан. А если мы еще возьмем меридиан сердца, пиликарда, плечни, тонкого кишечника, тройного обогревателя, в каком состоянии? Потому что диагностика 12 меридианов, причасток наполненности груди, грудной полности, обязательно. Но здесь мы скажем, что обязательно исследование в западной медицине. Почему? Потому что мы не знаем, что может породить данный избыток энергии. Допустим, у человека ко мне обращался, пока у него не обнаружили, что грыжу пищевода, так он и не знал, откуда у него происходит избыток груди. Он страдал наполненностью грудной полости, особенно ночью. Почему ночью? Потому что меридиан иньский, и он господствует ночью. Хотя активно он днем. Кто может упрекнуть меня, что я неправильно преподаю информацию? Нет, это иньский меридиан. И если иньское заболевание, скажем так, есть в человеке, оно управляет себя ночью на 100%. Потому что нужно лечить инь. Вот элементарно просто все. Это точно так же может быть подъем ци в верхние отделы. Тогда может быть воспаление сердца, и не только сердца, и сосудистая система. Поэтому, уважаемые зрители, диагностикой 12-ти меридианов, если показала общий избыток энергии, либо у человека очень часто воспаляется энергия, данную точку РП-3 Тайбай нужно расслаблять. Вследствие чего вы уберете всеразличную наполненность груди. Либо диагностикой 12-ти меридианов показала слабость, вялость всех 12-ти меридианов, вследствие чего страдает грудная полость. Вот если вы внимательно посмотрите, как проходят внутренние меридианы, каналы, что они контролируют, особенно меридиан печени. А мы знаем, что печень, что это сын поджелудочной железы. Вот представьте себе эти меридианы слабые, вялые. То грудная полость слабая, вялая, вследствие чего может проявляться, как ни парадоксально, наполненностью груди. Поэтому данную точку РП-3 Тайбай нужно тонизировать, а также восстановить все эти меридианы в норму и содержать их в норме. Спасибо за внимание.